Это фрагменты перехватов телефонных разговоров российских оккупантов, опубликованных Главным управлением разведки Минобороны Украины. Россияне массово жалуются на масштабные потери. Огромное количество ликвидированных захватчиков подтверждают и в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. За время полномасштабной войны Россия потеряла около 310 тысяч военнослужащих. Москва, как может, пополняет резервы, но на открытую волну мобилизации пока не решается. Россия на сегодняшний день не имеет возможности создавать массовые группировки, то есть призывать одновременно по 100, 200, 300 тысяч человек. Они посмотрели, насколько сложным был этот процесс и насколько опасным, взрывоопасным с точки зрения внутриполитической был процесс мобилизации прошлой осенью. Поэтому они пошли методом такого осторожного дозирования, накапливания своих ресурсов. Несмотря на те колоссальные потери, которые несет противник, они пока еще, повторяю, пока еще имеют возможность частично наращивать эту группировку войск. Качество, конечно, страдает и страдает очень сильно. В попытках оттянуть очередную волну мобилизации в Кремле решили призывать мигрантов, заключенных и жителей временно оккупированных украинских территорий. По населенным пунктам, захваченных россиянами еще в 2014-м, каток призыва прошелся с такой силой, что сегодня мобилизуют там даже студентов. А детей со школьной скамьи готовят к отправке на фронт. Скрытая мобилизация в ряды российской армии началась и на оккупированных территориях юга Украины. Россияне продолжают маскировать международное преступление под добровольческую инициативу. Для начала противник создает систему, когда жизнь без получения российского паспорта почти невозможна. Ведь тогда нельзя получать услуги, помощь или даже иметь работу. После того, как россияне закончили формировать военкоматы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, мужчинам призывного возраста после их решения получить красную макулатуру сразу выдают повестку. Уже в так называемом военкомате им предлагают заключить контракт с РФ, а резервистов мобилизуют сразу. Из сообщения на сайте Центра национального сопротивления. Тереконы из мусора и полчища тараканов и крыс на улицах городов Донбасса – это тоже последствия повальной российской мобилизации. Окупационные власти Донецкой и Луганской областей регулярно рапортуют о якобы успехах в решении мусорного кризиса и прибытии очередной партии мусороуборочных машин. Но дело, по всей видимости, не в наличии техники. В коммунальных службах просто некому работать. Часть мужчин на фронте или уже погибли. Другие оттяживаются дома и не идут работать на предприятия, которые не дают сотрудникам бронет призыва. Из штатной численности 265 у нас фактически 156 человек. Из водителей, которых должно быть 70, у нас 28. Грузчиков должно быть 85, их 37. Поэтому острый дефицит испытываем. Юлия Колесникова, начальник коммерческой службы компании «Громада» в эфире российского пропагандистского телеканала. Отсутствие отопления и горячей воды. Холодная, официально по графику, а на деле как повезет. Вереницы людей с баклажками на улицах в любую погоду. Катастрофическая ситуация в медицине. Российские захватчики продолжают усугублять гуманитарный кризис на оккупированных украинских территориях. И это в преддверии зимы. Подбелить, подкрасить фасад, снять красивый сюжет о том, что что-то делается. Но на самом деле, исходя из того, что нам даже показывают и присылают мариупольцы, реки российских фекалий, ржавые трубы, которые никто не меняет, отсутствие отопления в более 70% многоэтажных домов. И вряд ли оно появится. Оно естественно, что для внутреннего потребителя такую картинку россияне не покажут. Исправить гуманитарную ситуацию на временно оккупированных территориях Украины может только их освобождение от российских оккупантов. Ведь те за почти 10 лет войны уже показали, как якобы защищают население Донбасса. Валерия Никипелова для телеканала «Фридам». Донбасса «Фридам».